Ромацкий, Украина, Донбасс, порожняк и золотые украинские земли, что говорил Путин об Украине на ежегодной итоговой пресс-конференции Севолод Лазутин Ромацкий, Украина 19 декабря 2019 года Каждый год российский президент Владимир Путин проводит большую итоговую пресс-конференцию для российских и зарубежных изданий Тема Украины традиционно одна из главных 19 декабря состоялась 15-я по счету встреча с представителями СМИ Что Путин говорил о Владимире Зеленском, управляемых из Кремля руководителях ЛДНР и рынке украинской земли Кто, по его словам, брал его за горло в Минске Когда будет закрыта граница между Украиной и РФ на востоке Выплатит ли Газпром нафтогазу долг в 3 миллиарда долларов согласно решению стокгольмского арбитража И что он думает о количестве президентских сроков в России, рассказывает Ромацкий О президенте Владимире Зеленском я считаю некорректным давать характеристики своим коллегам Я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам никогда характеристики не даю По действующим людям язык не поворачивается Когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли отбор и это все люди незаурядные, как минимум О минских соглашениях нет ничего, кроме минских соглашений Очень настораживает заявление Владимира Зеленского, сделанное после переговоров в Париже, что их можно было бы пересмотреть Если начнется пересмотр того, о чем договорились в Минске, то вся ситуация может зайти в полный тупик Представлявший Украину в Минске бывший президент Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух непризнанных республик Они просто за горло меня взяли все втроем Петр Порошенко, Франсуа Аланд и Ангела Меркель Ред, а представители непризнанных республик отказывались это делать Вот я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске Но все-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи Таким образом Украина сама призналась, что такая власть существует Про закон об особом статусе Донбасса Закон об особом статусе, об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Ред, это ключевой пункт Минских соглашений Есть положительный знак в том, что он продлен еще на год, но его нужно имплементировать в Конституцию и придать ему постоянный статус Но, судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни нынешнее делать этого не хотят Нужен прямой диалог с Донбассом Сейчас объявлено об изменениях в Конституции по децентрализации Но это что, вместо Минских соглашений? Если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами Но никакого согласования нет О присутствии иностранных войск на Донбассе Там нет иностранных войск Там есть местная милиция, местные силы самообороны Они состоят из местных жителей Откуда у них оружие? Во многих точках мира происходят различного рода боевые действия с применением танков и артиллерии Откуда они берут это вооружение? От симпатизирующих им правительств и государств Но это их вооружение О закрытии российско-украинской границы на Донбассе Закрытие границы должно начаться на второй день после проведения выборов Местных выборов в неконтролируемых Украиной частях Донецкой и Луганской областей Примечания редакторов И закончится оно только после всеобъемлющего политического урегулирования Которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины И предоставление этим республикам тех прав, которые прописаны в Минских соглашениях О силовом решении конфликта на Донбассе Главная проблема в том, что нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми А не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом С помощью танков, артиллерии и авиации Я вот сказал Зеленскому, авиацию применяли Действующий президент Украины говорит, какую авиацию Он забыл даже об этом или не знает Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить Донбасс Я думаю, вряд ли это можно будет сделать Это известная фраза Донбасс порожняк не гонит Она, знаете, конечно, такая хулиганская, бойцовская Но она в душе у людей есть Там гордые люди живут Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений А новые встречи в нормандском формате Что касается будущей встречи Допустим, в апреле То она станет актуальной Если будут происходить какие-то позитивные изменения Они есть, это надо сказать объективно Во-первых, все-таки закон об особом статусе продлен Основа для урегулирования не исчезла Во-вторых, все-таки проведен отвод войск из нескольких ключевых точек Правда, почему-то наши украинские партнеры не хотят разведения по всей линии соприкосновения На мой взгляд, это ошибка Но такова их позиция Сократилось количество обстрелов Это тоже позитивная вещь Хотя они, к сожалению, до сих пор продолжаются Но есть и вещи, которые настораживают Это все предмет для обсуждения В этом смысле продолжение работы в нормандском формате целесообразно А решение стокгольмского арбитража и выплате Газпромом долга в 3 миллиарда долларов нафтогазу решение есть И это правда, и мы должны из этого исходить Я убежден, что это решение стокгольмского арбитража носит не юридический, не правовой, а скорее политический характер Одно из обоснований в нем было в связи с тяжелым экономическим положением в Украине О транзите Газа мы будем искать приемлемые для всех решения, в том числе и для Украины Несмотря на строительство новых объектов, таких как Северный поток 1. Северный поток 2. Турецкий поток Будем сохранять транзит через Украину Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, с тем чтобы потом прекратить транзит Нет, мы в этом сами заинтересованы, мы хотим, это удобный маршрут Мы готовы и поставлять Украине газ со скидкой 20-25%, это можно сделать Тогда можно было бы для конечного потребителя цены снизить, а не повышать, как запланировано у вас сейчас С 1 января следующего года все льготы, насколько я знаю, отменяются Средний уровень цены на газ будет где-то за 300 долларов для всех категорий потребителей, включая физических лиц Мы на пути к этим договоренностям И мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ Продолжение следует...